Господи Божий мой, на тяну попал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Мир вам, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читаются три евангельских зачала от Луки. За понедельник глава 12, стихи с 13 по 15 и с 22 по 31. Богородичное чтение ради образа Царицы Небесной Скоропослушницы. Это глава 10, стихи с 38 по 42, к которым присоединяются 27 и 28 стих 11 главы. И рядовое чтение, глава 12, стихи с 42 по 48. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Александра. Глава 12, стихи с 42 по 48. Глава 12, стихи с 43. Глава 12, стихи с 43. Той же раб ведевый волю Господина Своего, и не уготовав, не сотворив по воле Его, биен будет много. Не ведевый же, сотворив же достойное ранам, биен будет мало. Всякому же ему же дано будет много, много взыщется от него. И ему же придашься множейше, множейше просят у него. Предлагаю прочитать этот текст в русском переводе. Сказал Господь. Кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба. Блажен раб тот, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. «Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб той скажет в сердце своем, «Не скоро придет Господин мой и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными. Раб же тот, который знал волю Господина своего, и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется. И кому много вверено, с того больше взыщут». Сегодняшнее евангельское чтение содержит притчу о благоразумном домоправителе, которому поручено раздавать хлеб слугам. На Востоке домоправители большей частью набирались из рабов и имели почти неограниченную власть. Их полномочия включали в себя распоряжение другими рабами, ведение всего домашнего хозяйства своего Господина и управление его имением. Притча повествует о следующем. «Господин поручил своему домоправителю, которого поставил над слугами, раздавать им своевременно хлеб. Если домоправитель верен и благоразумен, то будет выступать так, как ему приказано. Притом поступать так всегда, в какое бы время не возвратился господин его. И за это получит величайшую награду». Но если домоправитель, надеясь на продолжительное отсутствие своего господина, станет обижать слуг, не давая им того, что должно, сам же предаваясь беззаботному веселью, то придет господин его в тот день и час, в какой домоправитель и не ждал, и подвергнет его участи, какую заслуживают неверные и неблагоразумные рабы. «Господь также говорит о том, насколько более суровое наказание понесут знавшие свой долг, но не исполнявшие его. Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов, и не делал по воле его, бит будет много. А который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше». Кто не знает волю своего господина и делает что-либо заслуживающее взыскание, будет наказан, потому что он мог узнать, но не захотел и по беспечности сам сделался виновным в незнании. Но наказание его будет малым по причине неведения, в то время как знание долго усугубляет степень ответственности. В этом случае наказание будет более суровым, и от всякого, кому дано много, многое потребуется, а кому много верено, с того больше взыщут». Борис Ильич Гладков пишет, «Выслушав эту притчу, апостолы должны были понять, что Господин – это Христос, поручающий им, как домоправителям, раздавать рабам его, то есть всем людям, благо его учения. Они посвящены в это учение, им много дано, и потому с них много и взыщутся, если они вздумают отступиться от точного исполнения воли его и соблазниться житейскими благами. Но так как с пришествием Христа на землю всем без исключения людям предоставлена возможность познать волю Божию, то познавшие ее, и однако же не исполнившие, подвернутся строжайшему наказанию. Тем же, которые почему-либо не могли познать ее, будет оказано снисхождение». Нам, дорогие братья и сестры, даровано непреложное истинное Евангелие. Поэтому мы никогда не сможем сказать, что не знали о пути спасения, не ведали о божественной любви, не слышали заповеди Господних. Преподобный Макарий Великий замечает, «Видение же и разумение, понимай, различно, или то, которое дается по благодати и по небесному дару Духа, или то, которое бывает естественным следствием разумения, или рассудительности и изучения божественных писаний. Ибо от каждого потребуются плоды добродетели по мере оказанных ему Богом благодеяний или естественных, или дарованных Божьей благодатью. Посему в день суда безответен перед Богом всякий человек, потому что от каждого, слышал ли он или никогда не слыхал Слово Божие, потребуются плоды веры и любви и всякой соразмерной ему добродетели, как воздаяние от произволения и воли». Будем помнить, дорогие братья и сестры, что человек может достичь спасения только верой во Иисуса Христа и жизнью в соответствии с Его учением. Именно учение Спасителя и определяет совершение тех поступков, которые открывают перед человеком двери в Царствие Божие. Память о том, что мы, верные последователи Христа, должна всегда пребывать с нами во все дни нашей жизни. Помогай нам в этом, Господь! Господи Божий мой, на телу повал, спаси мя от всех гонящих мя, избави мя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok